Приветствую коллеги от аналитика валютных рынков и торговой идеи от компании Тикмилы, с вами я Артур Диатурин. Ну что ж, сегодня пятница и на рынках у нас наблюдается умеренный позитив, я бы назвал его техническим отскоком после коррекции, которая преобладала в начале этой недели. У нас фьючерсы на американские индексы, основная четверка, хорошо держались, но вот NASDAQ сейчас сдался, перешел снова в минус. Затем доллар сегодня был в умеренной обороне, сейчас вот тоже наверстывают упущенные. И затем можно отметить комплекс валют развивающихся стран, доллар-рубль, доллар-рант, пипеса, рупия, все они в общем держались в плюсе против доллара сегодня, но вот так же постепенно разваживается между ними динамика. В общем, у нас в новостях продолжают пестреть заголовки, которые отбивают аппетит к риску. Все они связаны с коронавирусом. Приду вам график, который я сделал, который в общем ситуации показывает, как сейчас с коронавирусом стоит ситуация. Три крупные экономики, две из ЕС и крупная азиатская экономика. Ну, собственно, видно везде вот этот восходящий тренд, особенно он сильно проявляется в Индии. Это суточный рост подтвержденных случаев. Почитали мы здесь семидневную среднюю, чтобы сгладить отдельные дневные колебания, чтобы основной тренд показать. Мы, в общем, имеем вот с вами вот такую вот ситуацию. Все это дело растет, в Европе растет, в Индии тоже, понятное дело, новые меры какие-то будут приниматься, ограничения. В пятницу у нас продолжили поступать такие не очень заголовки новостные. В Польше у нас абсолютный рекорд по числу заболевших. Мрачный прогноз очень от немецкого Винздрава, который говорит, что без дополнительных мер они достигнут очень быстро в 100 тысяч новых случаев в день. Я вот сейчас приду даже это сообщение вам, если я его найду, собственно. Ну да, вот у нас один из очень крупных чиновников Минздрава заявляет, что без дополнительных мер сдерживания у нас спокойно может достигнуть суточный рост в 100 тысяч. Вообще, пугает, продолжает пугать инвесторов и рынки вот такими вот сообщениями. И, понятное дело, это будет грозить новыми мерами ограничительными. Все мы знаем, как это отражается на экономике. Как я уже сказал, я считаю, что все вот это происходящее сегодня, вот этот отскок в нефти, в рисковых активах, поистив наметившиеся, это все у нас технический, именно технический отскок. После сильного падения обычно все отрастает, кто-то фиксирует прибыль, кто-то рассчитывает на то, что кто-то будет фиксировать прибыль и играет на это. У меня вот этот весь нарастающий такой комплекс действий, он провоцирует, собственно, отскок. И вот он как бы у нас и проявляется сегодня. Значит, как я уже заметил, у нас рост рисковых активов сегодня достаточно умеренный. Если мы посмотрим по фьючерсам, по европейским рынкам, нигде не превышает 1% у нас рост. В общем, умеренный рост, во-первых. Во-вторых, у нас новостной фон изрядно, реально, вот изрядно подпортил вот эти новости по коронавирусу. И, понятное дело, исправить, подправить вот этот изрядно подпортившийся новостной фон сможет только спад в кривых заболеваемости, в частности в Европе. Понятное дело, что он не произойдет у нас одномоментно. Можно считать при этом, что пик пессимизма в этом плане не достигнут. У нас кривые заболеваемости растут, пока никаких новых ограничительных мер не было принято. Понятное дело, пока ничего не сдерживает дальнейший рост в этих кривах, в этот восходящий тренд, пока ничего не сдерживает, потому что новые меры нужны. Что-то вакцинирование не справляется, темпы вакцинации слабые, еще что-то такое. И поэтому, скорее всего, потребуются новые меры. Поэтому из этого мы делаем, заключаем, что пик пессимизма еще не достигнут. Еще один момент, да, я вот упоминал о предыдущих двух обзорах. Это у нас квартальная ребалансировка крупных фондов, которые у нас инвестируют в облигации и в акции. Значит, смотрите, вот начиная с ноября, у нас почему акции так хорошо очень сильно росли? Потому что у нас крупные фонды, которые покупают облигации и акции, между ними пропорции поддерживают, они все перекинулись, точнее увеличили долю портфеля, в своих портфелях, именно на купив акции. И это вызвало их рост. А сейчас у нас складывается другая ситуация. У нас рынки хорошо выросли, рисковые активы, акции у нас хорошо выросли, а банды хорошо упали. Что видно из роста их доходности? Растет доходность, цена облигаций падает. Мы говорим о облигациях, о суверенном долге, облигациях правительств развитых стран. Они хорошо подешевели, акции хорошо выросли. Понятное дело, что фонды, которые поддерживают некоторую пропорцию между акциями и облигациями, или по крайней мере коридор, да, некоторые, вот они в коридоре входят, да, скажем 60 на 40, да, вот это их некоторая средняя пропорция, 60 процентов акций, 40 процентов облигаций. И они, то есть могут вот ходить вот и двигаться получается, например, скажем 65 процентов акций купить, сделать 35 процентов облигаций. Или наоборот, в другую сторону двинуться, в зависимости от конъюнктуры. И сильный рост акций нам говорит о том, что все эти фонды, они навалились в ноябре, перекинулись на акции, увеличили их долю. Сейчас, когда получается, акция хорошо выросла, растет риск, что они будут обратно ребалансировку делать, долю акций снижать, доля облигаций подерживающих хорошо будет наращивать, что, собственно, и увеличивает риск дальнейшей коррекции. Значит, смотрите, далее еще основная новость, да, которая сейчас на рынках отыгрывается, это у нас блокировка Суэцкого канала, да, там танкер встал, не может у нас проплыть, и это у нас спровоцировало движение в нефти. Давайте, собственно, посмотрим. Ну вот мы, собственно, видим вот это движение. Что вот по нему, смотрите, какая по нему складывается картина. Давайте я вот этот график тут поближе выведу сейчас. Вот смотрите, какая тут картина складывается. Значит, мы-то, вот нефть торговалась у нас, да, мы шли вот вверх, это с ноября вот эта трендовая линия длится, с ноября она идет. Мы отбивались от этой трендовой линии, и вот на днях, не на днях, да, а на прошлой неделе или в начале этой недели мы пробиваем вот таким очень резким мощным движением эту трендовую линию. Понятное дело, у нас смена настроений существенная происходит, потому что это вот такая вот некоторая, будем так говорить, основа, да, восходящего движения, вот эта линия тренда, отбоя этой линии тренда, когда она ломается, когда ее сломили, когда ее сделали несостоятельной, понятное дело, должно произойти некоторое смена настроений. И вот мы, значит, входим, после этого провала мы входим вот такой вот медвежий краткосрочный тренд. Мы можем вот здесь видеть. Ну вот, собственно, я ожидаю, что на следующей неделе у нас будет движение в сторону верхней границы этого тренда, да, это будет вот здесь, сейчас выведем вот сюда, да, мы будем двигаться, это будет уровень 60.50 примерно, а затем дальше последуют какие-то продажи, потому что вот я не ожидаю быстрого улучшения в ситуации. С ковидом там будет еще негатив, будет поступать, да, и понятное дело, пересматривается будет прогноз потребления нефти, все вот это, все вот это дело, оно будет сохранять медвежий настрой, негативный настрой по нефти, который вот усиливается тем фактом, что мы пробили вот этот восходящий унион. По крайней мере, по крайней мере, мы ожидаем консолидацию по нефти. Ну вот, если вот прямо такой краткосрок рассматривать, вот следующую неделю, я вот бы рассматривал какие-то вот здесь вот продажи от уровня 60.50. В расчете, что вот этот коридор, он дальше будет, он сохранится, тест неудачный, то есть неудачный проблок, он сделает еще более состоятельным данный канал, и будет движение снова вниз у нас какое-то. Может быть, не такое резкое, да, но вот именно отбой и движение вниз, это вот что вот нужно иметь в виду, что нужно представлять себе в ГАИ как какой-то вот в общий сценарий, который вот, возможно, и будет реализовываться. Это вот что касается у нас нефти, что нужно иметь в виду. Понятное дело, вот эта история с блокировкой канала, она повышает шансы на краткосрочный рост нефти, что, собственно, отражено вот этой стрелочкой, да. Но вот сопротивление, да, я это уже отметил, уровень 60.50, верхняя граница канала. Что еще нужно учитывать? 1 апреля у нас ОПЕК принимает, снова встречается, снова не собирается, принимает решение по тому, как скорректировать добычу. Понятное дело, нужно дать какой-то вразумительный ответ, реакцию на то, что вот ухудшается там ситуация со спросом, ожидание по спросу ухудшается из-за ковида. Что они будут делать? Будут ли они корректировать предложение или нет? На мой взгляд, последует разочарование, потому что у нас на прошлом заседании ОПЕК и так удивил. Они и так внезапно, неожиданно для всех, они оставили текущее ограничение в 7,7 миллиона баррелей в день, ограничение на добычу, они оставили их в силе. И все, куда еще дальше ограничить добычу? Они уже и так постарались это все учесть, и поэтому такое решение неожиданное для рынков приняли. Поэтому 1 апреля я ожидаю разочарование участика в рынке. Те, кто ожидает, что ОПЕК как-то еще дополнительно ограничивает добычу, их ожидание, скорее всего, не оправдается, по крайней мере, я так считаю. Также еще хотелось бы рассмотреть ситуацию по евро-доллару. Но, в принципе, можем сразу перейти, собственно, к сетапу, к разлинковке вот этой. Смотрите, такая вот ситуация. У нас пара евро-долларов, по нему есть вот такой вот нисходящий трендовый коридор. Вчера мы с вами говорили о том, что, если читали мою статью на инвестинге, я говорил о том, что у нас будет тест нижней границы канала, что, собственно, вот, пожалуйста, произошло. Мы ее протестировали, мы, собственно, достигли нижней границы вот этого канала. На самом деле, это было, ну, не очевидно, конечно, но вот прям напрашивалось, да, вот это движение, что у нас будет вот этот тест. Потому что уже очень этот канал очевидный. На самом деле, основное правило теханализа, вот то, что вот, вот прям вот видите, что действительно вот прям очевидно, да, что большинство участников рынка рассчитывает на какую-то там картину, на какой-то вот канал. Вот этот канал, вот этот трендовый канал, он прям был очень очевидный, ее все чертили. И, понятное дело, у нас теханализ, в принципе, базируется на том, что все инвесторы, трейдеры, они делают что-то вот общее, они видят какой-то общий паттерн, и именно это обосновывает их какую-то общую реакцию, да, на рынке, которая выражается в некоторых движениях цены. Если все видят вот этот нисходящий тренд, если все от него ожидают отскок, или, по крайней мере, движение вниз, тест, да, это нижние границы, он, собственно, и произойдет, потому что все стремятся воплотить это, да. И затем у нас происходит, собственно, отскок от этой трендовой линии. Дальнейший сценарий, на который мы рассчитываем, по крайней мере, я рассчитываю, это вот движение сюда вверх в точку 1.18.50. Мы проходим, собственно, вот это сопротивление, которое у нас сформировалось именно вот этой линией. Вот этой линией, вот этой горизонтальной линией, она у нас отсчитывается от вот этой точки, откладывается от этой точки, да, потому что вот мы, здесь была поддержка, по сути, вот в этой горизонтальной линии, мы ее прошли, она стала сопротивлением. Все, здесь мы, собственно, вот отыгрываемся. Вот в предыдущей ситуации она была вот похожей, вот, пожалуйста. Вот, вот эта точка, отскок, да, вот она у нас формирует вот эту горизонтальную линию поддержки. Вот, собственно, смотрите, мы здесь торгуемся, мы ее пробиваем вот здесь, да, проходим вниз, да, и когда мы поднимаемся снова к ней вверх, мы от нее отскакиваем. То же самое вот здесь, да. Мы торгуемся, отскакиваем, формируется у нас эта линия, мы проходим, пробиваем вниз, и, собственно, она уже выступает, как и какая-то горизонтальная линия, да, поэтому я здесь пунктирмо отметил, гипотетически, что она такая. Вот, поэтому на следующей неделе я ожидаю вот это вот движение сюда вверх, 11,17,50, затем вот дальше мы двигаемся, этот медвежий тренд сохраняется в евро-долле, потому что, понятное дело, прям, ну, это действительно, ну, не очевидно, но, по крайней мере, это очень заметно. У нас Европа, по-моему, так говорит, погружается снова в эти проблемы, связанные с пандемией, в США держится относительно хорошо, у нас там прекрасные темпы вакцинации, у нас там Байден обещает удвоить цели по вакцинированию за свои первые 100 дней президентства, это, конечно, очень обнадеживающая новость, вот это вот нужно понимать, да, поэтому, собственно, мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе у нас европейская экономика будет расшатываться на вот этих ограничениях, на вот этих кривых заболеваемости, которые у нас демонстрируют восходящий тренд в США, в этом плане более спокойно они взяли, берут под контроль инфекцию, берут под контроль вирус, снижают кривые заболеваемости, открывают экономику, и относительный рост, рост экономики США относительно еврозоны, а правда будет более слабый евро, относительно доллар, по крайней мере, я вот на это рассчитываю, я рассчитываю, что вот этот тренд, да, вот этот нисходящий канал у нас, по крайней мере, будет сохраняться, пока у нас инвесторы не получат четкого понимания, что там вот Европа когда планирует ослаблять ограничения, что у нее с вакцинацией, достигли каких-то ощутимых успехов в вакцинации, что можно, что позволяет их чиновникам четко говорить, да, что мы планируем открыть вот экономику тогда-то, мы планируем тогда-то ослабить ограничения. Пока что из их темпов вакцинации, из их, из того, как они контролируют вот эту всю ситуацию, можно сделать вот один, неопределенность, да, они сейчас ничего определенного сказать не могут, они сейчас только у нас вот такие вот сообщения делают, как вот их, их чиновник, да, вот я вам сегодня уже, да, вот показывал, да, если они будут ограничены, можно спокойно 100 тысяч в день получить новых, ну, заболеваем, суточный рост может составить. Вот пока они вот только на такие сообщения сейчас гораздо, они не могут никакой определенности инвесторам дать, понятное дело, это, это понятное дело ослабляет европейскую валюту против американского доллара. Вот такая вот наша ситуация сейчас на рынках обстоит. Мы с вами сегодня обсудили, что у нас, как, возможно, стоит интерпретировать ситуацию в рисковых активах, в доходных активах, их сегодняшний рост, что это такое, разворот или отскок, да, мы, мы, я считаю, что это отскок. По нефти, да, какой там, открытосрочный движет тренд, что там по нему происходит, ну, собственно, по евро-доллару, что надо ждать на следующей неделе, по данной валютной паре. Вот, на этом у меня, собственно, все. Я завершаю свой обзор. Если вам понравилось это видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк или дизлайк, если вам не понравилось. Подписывайтесь, если вам интересно увидеть, будут новые выпуски данной программы. Ну, и, собственно, если вы что-то хотите обсудить, вывел, пожалуйста, в комментарии, буду рад с вами это сделать. Вот, на этом я прощаюсь. Всего доброго, торгуйте фронт.